Я шел просто своим путем. Поступил в институт водного транспорта, технический вуз неожиданно, потому что я любил математику и черчение. И просто учился и параллельно играл в футбол. Но так случайно получилось, что вот эта история с институтом, она мне помогла в моей карьере. Потому что наш институт тоже участвовал в чемпионате города по футболу. И я играл за свой институт, наша команда впервые за несколько лет заняла какое-то место, ну второе место мы заняли. Естественно, обратили внимание, как это такая команда может вообще этот институт что-то там выиграть. И один судья подошел ко мне, я помню, и говорит, приходи тренироваться в «Локомотив-Санкт-Петербург». Я говорю, ну хорошо, приду. И так что-то мне кто-то позвонил из тренеров, и первое мое свидание так и состоялось с профессиональным футболом. Я пришел на тренировку. Там были такие личности, как Игорь Данилов в «Зените» играл, Михаил Белюков в воротах стоял. Мне было немножко волнительно, но я тренировался и постепенно-постепенно завоевывал доверие тренера и игроков. Но когда уже обратил на меня «Локомотив-Санкт-Петербург» внимание, то и «Зенит» уже обратил на меня внимание. И тогда была, конечно, дилемма, когда тебя приглашают и «Дубль-Зенита», и «Локомотив-Санкт-Петербург» первая лига. Я почему-то на тот момент, не знаю, выбрал, лучше, думаю, играть в первой лиге, чем играть за «Дубы». Какой-то взрослый футбол, мне он был интереснее, наверное, на тот момент. Конечно, каждый, наверное, петербургский мальчишка, мечтая играть в «Зените». Но так сложилось, что и потом, когда уже играл «Локомотив-Санкт-Петербург», меня позвал «Зенит», и опять им отказал, я выбрал «ССК». Но тут был выбор именно в пользу тренера. Я считаю, что, наверное, Павел Федорович Садылин для меня великий тренер. У меня было с ним легко общаться, он был очень простым. Он мог и матом накричать, и откровенно все сказать. Такой же, как Юрий Павлович Семин. Мне, наверное, типаж людей такой нравится просто. После того, как в «ЦСК» не получилось, я пошел заполся с Джим Садылиным. И, в принципе, провел полноценный сезон в «Рубине». И оттуда уже поступило приглашение именно в «Локомотив». Это было неожиданно, но очень приятно. Понятно, что, наверное, Павел Федорович Садылин меня порекомендовал с очень хорошей стороны. И «Локомотив» обратил на меня внимание. В тот момент «Рубин» хотел подписать со мной новый контракт. И, в принципе, даже, хоть и команда находилась в первой лиге, но условия были достаточно хорошие. И, наверное, если бы не приглашение «Локомотива», я бы, наверное, остался. Но, когда тебя приглашают в такой клуб, мне кажется, невозможно отказаться с такими традициями. И вообще с такими футболистами, которые играют в этой команде. Я, не задумываясь, меня даже, наверное, в тот момент в меньшей степени волновали какие-то условия контракта. В итоге, да, я там сыграл два года в «Питерском локомотиве», там, 10 лет в «Московском». И, получается, так как-то по жизни я уже, наверное, на рельсах. Не знаю, мне кажется, все новички для Юрия Павлача были равны на тот момент, потому что еще какие-то ребята пришли. Там и тот же Вадим Евсеев, там, и, помню, там, Сергей Игнашевич. Ну, много было ребят. У нас защитников было человек 10, мне кажется. Очень было сложно в состав попасть. Потом уже мы поехали, там, по-моему, в Чоке на сборы в Италию. Там вот первый сбор был просто адский для меня. Я думаю, как нагрузки такие вообще выдержать? Просто, там, не знаю, Харлачев бежит, он вообще не потеет. Дроздов бежит, и, думаю, и все мы бежим. Это грязь. Поле утром замерзшее, мы по льду бегаем. Вечером, там, не знаю, погрязи. Может быть, на тот момент это была правильная подготовка, потому что команда, может, пройдя какие-то определенные сложности в подготовке, функционально лучше готова. Мы бегали много, может быть, неправильно то, что бегали все вместе, потому что у каждого свой организм и определенный пульс, как сейчас у каждого часы и так далее, вымеряются. А мы бежали, там, один впереди, который вообще не потеет, или там, Саламатин, он тоже бежит, просто его не остановить. А мы, там, еле-еле за него цепляемся, взади, но каждый же по-разному. Но как раз Локомотив отличался характером, наверное, из-за этого, потому что никто никогда не сдавался и выполнял всю работу, которую даже за Джанаши он все это бегал. Новичку сложнее сразу адаптироваться. Нужно как-то завоевать это доверие. Нужно сыграть хорошо игру, забить, там, не знаю, что-то. Но со временем, да, я ждал своего шанса. Я в Москамейке, по-моему, первый год сидел там 7 матчей, чтобы дождаться выхода на поле. Но я дождался, зарекомендовал себя, хорошо сыграл. Там Юрий Павлович меня уже не мог на следующую игру не поставить. Всегда была поддержка ребят. Да, мне нравилось, что все друг за друга. Кто-то, если ошибся, он всегда выручал. Я даже вот вспоминаю всегда историю, когда у меня были разбиты брови. Ну, как бы я столкнулся, да, там, шрамы были, только зашили. Ну, я думаю, ну, я следующую игру не буду играть, потому что, ну, куда мне, у меня там только еще швы на голове. И мне так на тренировке Юрий Павлович подходит такой мяч. Я говорю, ну, Юрий Павлович, я домой же, я к игре не готовлюсь. Он говорит, почему? Такой раз мне мяч кинул на голову. Я раз вот этим отбил местом макушкой. Я говорю, остаешься. Я думаю, ну, ладно. Он говорит, ну, будешь в запасе. Я говорю, ну, хорошо. Игра начинается, там, первый тайм, концовка. И что-то у Олега Пашинина травма. И он говорит, Сенников, выходи. Я просто вообще не ожидал того, что, ну, как бы я выйду. И мне Гена Нижегородов говорит, говорит, все верховые мячи буду играть я, ты меня страхуй. И я, представляешь, центральный защитник за всю игру ни разу головой не сыграл. Это была фантастика. Ну, вот это то, что, вот эта взаимовыручка, она всегда была в Локомотиве. Как вот центральный защитник ни разу головой не сыграл. И мы не пропустили это самое главное. Тактика Локомотива, она была разной. Мы играли и в три защитника, и в пять защитников, и с опорными. И Юрий Павлович даже там семи защитникам мог найти место на поле. Даже вот в таком матче, как с Арсеналом, мы играли в Лиге Чемпионов. Я помню этот матч. У меня была уникальная позиция. Такой в моей карьере никогда не было. Было четыре защитника, а Сенников играл просто с Андре везде. У меня не было позиции просто. Я просто сыграл с одним человеком, и все. Ну, конечно, этот матч очень памятный против Андерлехта. Это мой единственный гол в Лиге Чемпионов. И я даже хочу начать предысторию, потому что до этого у меня была трещина пятой плюсневой кости, и я не играл там несколько недель. Ходил в гипсе, и буквально за 10 дней до игры мне сняли вот эту повязку, и я там начал тренироваться. И мне удалось, наверное, подготовиться. Было огромное желание опять сыграть в Лиге Чемпионов. Наверное, вот это желание и помогло мне вот как раз оказаться в нужном месте, как раз на этом отскоке. Очень было волнительно выходить, тем более начало было не наше. Мы проигрывали 1-0, но сумели переломить игру. У нас все-таки очень квалифицированные футболисты в центре поля, которые умеют раздавать передачи и бить по воротам. Ну, неожиданное подключение правого защитника, наверное, для Андерлехта было непредсказуемо. Я просто, можно сказать, в этот момент удачно сыграл на отскоке. Но сама комбинация была очень хорошая, это все началось там с моего подключения. По-моему, я как раз там сыграл с Русланом Пименовым в стеночку, какая-то была передача. Не замкнули, мяч перешел на другой фланг, из другого фланга опять была подача. И как раз вот я уже был на завершении. В целом вся атака, наверное, такая была результативная, и я в ней участвовал от начала до конца. Опасно! Почему не пробить сразу попытаться? Тяжело, да, понятно, мокрый, добить! Гол! Ну уж правда, сериал сегодня мы смотрим, да? Дмитрий Сельников ликует, не ждали, не гадали. Ну хорошо сыграл, но вот борись до конца. Не сегодня, не завтра, но когда-нибудь она тебе, госпожа, удача вознаградит. С одной стороны, кажется, что как-то очень грубо я сыграл, но на самом деле все очень чисто мяч, и вот это желание забить, наверное, было очень огромное. Не было шансов, мне кажется, у защитника в тот момент что-то сделать с мячом, потому что я уже чувствовал, что он будет в воротах. На тренировках был жесткий, в игре, в принципе, тоже, но я бы не сказал, что это какая-то была грубость такая открытая. Все-таки старался играть в мяч, и у меня не так много желтых карточек за сезон было. Сейчас вообще в чемпионате России, там, вообще в мире, ну из-за того, что там ввели каждая карточка за руки, там эти видеопросмотры, намного больше нарушений. На мой взгляд, более грубо играют. Все-таки как-то много наступают, играют прямой ногой, но мы играли жестко, но не так прям уж откровенно на желтой карточке. Именно старались им чисто отбирать мячи. И мне кажется, манера отбора мяча раньше была немножко как-то по культуре, не почище. Возможно, клубы изменили тактику мелкого фола, там срыв от АТАТИ, еще что-то. Конечно, это со временем все меняется, и каждая команда играет на результат. Я помню, что нападающим не нравилось, когда очень плотно с ними играют. Когда нападающий все время слышит дыхание защитников сзади, конечно, это его раздражает. Все время везде его чуть прихватывают. Ну не хватает так откровенно, да, вот как сейчас. Чуть-чуть, там где-то локоток, это что-то выставил, корпус поставил, все время сзади. То, конечно, для нападающего это неудобно. Там, сыграть, защитник играет все время на перешение. В таком все время в каком-то тонусе находишься. Им тяжелее, да, найти вот эту свободу перемещения, открыться. Это их раздражает. Когда игра не получается у нападающего, это всегда его раздражает. Ну, есть нападающий, которым, допустим, нельзя было подходить близко, потому что он этим пользовался. Допустим, я считаю, Вагнер Лав, один из лучших нападающих ЦСКА, он наоборот, если ты с ним очень плотно играл, он мог влево-вправо уйти, именно когда он чувствовал сзади какое-то приближение защитника. Его, наоборот, нужно было чуть-чуть держать на расстоянии. Так что есть специфика. Каждого нападающего ты видишь лучшие качества и стараешься на это обратить внимание. Ну, мне тяжелее было всего, наверное, играть против небольших юрких таких футболистов, которые резкие, быстрые, такие как вот Максим Бузникин у нас был, там Андрей Аршавин, Савиола, Агуэра. Вот против кого удавалось играть. Именно небольшого роста, которые резкие, быстрые, всегда, всегда с ними сложно. Для меня локомотив всегда в моем сердце, навсегда. Как бы это мой второй родной дом. И, не знаю, он меня, можно сказать, воспитал тоже как человека. Я благодарен клубу, тренеру, команде, всем игрокам, всему персоналу. И мне кажется, если ты тоже болеешь за локомотив, ты находишься в этой семье, ну, я пожелаю, что все равно как-то надо сплотиться, болеть за команду, поддерживать ребят. Нам этого не хватает всегда футболистам. Я думаю, нас ждут еще победы в будущем клуба. И надо просто верить в команду. Верим в команду. Лока вперед. Пандемия закончится. Все вернутся на стадион. Будем болеть все вместе за наш локомотив. Продолжение следует...